Друзья, привет! Это канал Евтушенко Live. Этой зимой на Котке в ДНХ проходит серия мастер-классов Евгении Медведевой. И сегодня я приехал сам на Коток, хотел коньки, чтобы лично пообщаться с Женей и узнать самые актуальные новости. Про то, как Женя отпраздновал Новый год, про ледниковый период и много-много другое. Прямо сейчас смотрите видео в интервью. Но перед этим, как всегда, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, подпишитесь на мой телеграм-канал. Ссылку оставлю в описании. Ну а в комментариях можете писать, что бы вы еще спросили у Жени. Жень, тогда первый вопрос. Расскажи, как привела новогодние праздники, как отлетел Новый год? Ну, новогодние праздники у нас у фигуристов. Тяжелая и неказистая жизнь народного фигуриста. Мы катаем новогодние елки, поэтому у нас в принципе как таковых праздников нет. Мы те люди, которые устраивают праздник другим людям. Поэтому это для нас самый разгар работы. Поэтому в праздники я работала. Как, собственно, и всегда. Поэтому у меня ничего нового в этом плане. Новый год отметила довольно-таки спокойно. У меня впервые в жизни вообще не было такого «А, Новый год, веселиться, друзья, вечеринка». Нет, я вот все 12 пробила. Ко мне приехали подруги, мы посидели, поболтали и легли спать. На следующее утро я сходила в тренажерный зал, в спа, и у меня все было хорошо. Потому что 2 января у нас уже были спектакли. Так что мне удалось отдохнуть как раз-таки за эти два выходных. Ну, кстати, 1 января ты выложила интересный фотосет. Такой, как кролики тоже, символ года. Что это было? Что это за идея? У моей подруги была очень интересная фотосессия осенью с 12 маленькими утятами. Вот живые утята, желтенькие вот эти, прекрасные. И ей так понравилось, она мне предложила, говорит, «Женя, сейчас же год кролика, давай сделаем фотосессию, зато с кроликами». Вот, мы арендовали 8 прекрасных маленьких крольчат, которые во время съемки у нас были окружены любовью, теплом и вкусной едой. И вот как-то вот так вот это Маруся предложила. Понятно. У тебя сегодня уже третий мастер-класс, ну, шестой, получается, суммарно. Расскажи вообще про впечатления от этого мастер-класса и может ли тут человек, который приходит, чему-то научиться или это больше как бы для эмоций вот такого плана? Подразумевается, что это больше для эмоций, но я думаю, что за 45 минут невозможно научить человека стоять на коньках нормально. Но я могу немножечко помочь перестать, возможно, бояться, набирать скорость, да, или там чуть-чуть понять, как работает вообще соприкосновение лезвия со льдом. То есть, в принципе, на всех мастер-классах я объясняю одно и то же, потому что вижу результат, что под конец люди, ну, немножечко были живые, такие вдохновленные, что, а, получается, ничего себе. Это круто. На самом деле людям нужно просто чуть-чуть объяснить, и тогда уже само собой пойдет. Так что я стараюсь такие азы, базу рассказывать. Какие у тебя впечатления от роли Дороти в мюзикле «Волшебной страны»? Ну, в льдом шоу. Потому что Татьяна Таразова сказала, что ты очень изменилась актерски. Да? Да. Ну, со стороны, наверное, виднее, тем более Татьяне Анатольевне, которая за мной наблюдает на протяжении всей моей осознанной и неосознанной карьеры. Просто, наверное, я действительно не могу ответить на вопрос, изменилась ли я, потому что, ну, это я, да? То есть, когда мы каждый день на себя в зеркало смотрим, мы же не видим каких-то серьезных изменений. А потом нам фотографии показывают, там, пять лет назад и сейчас. И мы порой удивляемся и ужасаемся, смотря в какую сторону мы поменялись. Поэтому я так особо не чувствую, но если Татьяна Анатольевна говорит и тем более хвалит, мне очень приятно, не льстит. Спасибо. Второе место в ледниковом периоде. Ты как оцениваешь? Это больше было как соревнование или как шоу воспринимается? Нет, как соревнование это не воспринимается, потому что все ребята, фигуристы, тем более у нас в этом сезоне была битва сезона, по сути, да? То есть все участники, там, больше половины ребят я знала лично из звезд. Так что у нас довольно-таки дружный коллектив, не воспринимается это как спорт. Все-таки мы понимаем, что там элементы шоу. Но у меня лично, как у спортсменки, иногда возникали вопросы к судям, к оценкам. То есть такого соревновательного спортивного интереса у меня вот не было, что первое место, а вот хотелось, ну, просто 6-0, блин, получить хотелось, и все. Вот, а в некоторых моментах не получалось, и это, конечно, расстраивало. Вот, а так это не совсем спорт. А аркомитет Олимпиады 26-го года использовал твое фото на официальном сайте. Как-то это согласовывали с тобой или это было неожиданно? Нет, это со мной не согласовано, и, насколько я знаю, это фотографии, это официальные фотографии Олимпиады, то есть, видимо, фотограф, который делает эти фотографии, официальное лицо, поглошенное на Олимпийские игры, как фотографам. И если это так, то они имеют полное право использовать изображение. Со мной это не согласовывали, но я, в принципе, и не против, то есть, если бы согласовали бы, я бы тоже сказала бы, да. Но, во-первых, мне очень приятно, очень приятно, то есть, это раздел фигурное катание, именно вот там заклавляется эта фотография. И я увидела одна из последних вообще, это новая, если я где-то как-то мельком увидала, думаю, ну, фотка и фотка, потом мне сказали что-то такое, думаю, ну, приятно, это, безусловно, приятно. Тем более, Олимпийские игры зимние не так скоро, и в нынешней ситуации это прям, прям, очень приятный стиль. И в какой-то степени это даже можно расценивать как некий, может быть, даже знак, что российских спортсменов ждут на международных соревнованиях. Ну, знаете, я бы одну фотографию не расценивала бы как какой-то явный знак. Давайте всё-таки больше опираться на официальные данные, на официальные решения. И там уверена, что много ещё будет всяких разных заседаний, сполкомов. На такую информацию нужно полагаться, а не просто на фотографию на сайте. Хорошо. Ну, это я завершаю интервью. Хотела тебя приинтересоваться. Вот ты участвуешь в разных шоу, проектах. Что бы ты хотела в этом году попробовать вот именно ещё как-то реализовать? Творческие или спортивные направления? Творческие? Ну, это лично моё. Наверное, это со льдом особо не связано. Я сейчас делаю небольшой, ну, как небольшой, большой ребрендинг. У меня, в принципе, почти всегда был в магазине собственного мерча. И сейчас я хочу именно более в брендовую историю уйти, да? То есть не в мерчовую, а именно для души. То есть что-то такое эстетичное, такое красивое сделать. Вот сейчас мы активно работаем над этим. Мы думали, что в середине декабря уже у нас будут готовы тиражи на продажу. Но поскольку сейчас все ринулись заниматься импортозмещением, сейчас немножечко сложнее с производством. И у меня есть одна девочка. Вот. И мы с этой девочкой вдвоём пытаемся что-то построить. Поэтому с течением времени у нас обязательно что-то получится. Но вот с задержкой в несколько месяцев. Ну, это как хобби. Мне интересно создавать что-то своё. Это классно. Понял. Хорошо, Женя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.